Одно из динамично развивающихся предприятий региона Курган-Прибор расширяет свои площади. Накануне появилось еще одно направление производства – ракета строительная. Сейчас здесь работает около 200 человек. Тут будут производить комплектующие для ракет, предназначенные для оборонного комплекса страны. Традиционно представители власти и руководство предприятия открыли новый завод перерезанием ленточки. Затем первые лица области и города с руководством завода осмотрели цеха предприятия и лаборатории. Говоря о значимости нового завода для экономики Курганской области, губернатор подчеркнул. Значение, конечно же, имеет очень знаковое, потому что в период не простой экономической ситуации, не только в Курганской области, но и в целом в нашем государстве связано с многочисленными санкциями, с некими кризисными явлениями, открытие нового, высокосовременного, высокотехнологичного производства, то, которое мы сегодня с вами посмотрели, потому что на сегодняшний день собственниками предприятий проинвестировано только в оборудование свыше 10 миллионов долларов. В перспективе руководство предприятия планирует увеличить высококвалифицированные рабочие места до 500. Заказы у предприятия уже на этот год составляют около полутора миллиардов рублей. То, что мы сегодня делаем, это уже для нас уникальное, потому что до нас вот этого никто не делал, потому что это сегодня, ну, это высший уровень, наверное, в машиностроении, зайти в ракетостроение. Мы первые, мы открыли этот завод, но я думаю, это подарок, во-первых, в преддверии дня города, это подарок городу, это подарок нашему Зауралью, но я думаю, это подарок вообще нашей стране. К тому же Сергей Муратов подчеркнул, производство укомплектовано новейшим современным немецким оборудованием. В дальнейшем его количество будет увеличиваться. Площадь предприятия занимает порядка 12 тысяч квадратных метров. В планах руководства задействовать в два раза больше. Глава города Сергей Руденко отметил, что с увеличением рабочих мест необходимо решать инфраструктурные вопросы. Заказы, которые будут сюда поступать, это, значит, новые рабочие места, это налогообложение, это повышение заработной платы и все остальное. То есть это, по сути дела, то инфраструктурное изменение, огромное событие для нас в сегодняшних социально-экономических условиях. И наша задача сегодня создать условия, ну, ближайшие инфраструктуры, чтобы люди могли спокойно доехать до места работы, разместить свои автомобили и, так скажем, создать некий комфорт. Эти планы мы уже строим на 2016 год. Новое производство позволит до конца года пополнить областной бюджет на 270 миллионов рублей. В следующем году объем налоговых вложений, по оценке специалистов, в региональную казну достигнет 430 миллионов рублей. Александр Мироненко, Александр Менчиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.